Здравствуйте! И всех с наступающим 2020 годом! Вы со мной на канале Юлия Иванова. И вот такая вот погода у нас на сегодня, 26 декабря. Смотрите, сколько у нас снега. Это нападало дня за три последние. Детям раздолье, конечно. Они у нас тут трезвятся, веселятся в таких сугробах мягких. Окупировали. Там вроде как начали делать у нас горочку. И вот они это место теперь оккупировали. Кувыркаются там, барахтаются, в снежки играют. Снег рыхлый, мягкий, тепло на улице. Примерно минус 7, минус 8 погода. Тепло. Я вот сейчас открыла окно, стою через окно, снимаю. А тут у нас работы полным ходом. Вот этот вот мужчина свою машину откапывал, мне кажется, часа полтора. Вот такая картина. Вон, видите? Там вон лопата лежит около машины. Вот лопатка лежит. Мужик, видать, подошел, спрашивает, как ловчей откопать. Тот уже полтора часа копает. А тот второй только вышел свою вот эту вот... Вот эту машинешку откапывать. Некоторые уже откопались. Почистились и поехали. Некоторые вот так вот. Около машины в такой позе. Приехала техника. Помаленьку начинают чистить. Вообще снегоуборочные машины в городе уже несколько дней у нас не справляются просто. Сейчас только вот здесь пронесся тоже снегоуборщик в ту сторону. Вчера я ходила один за одним, один за одним. Ездят и ездят, чистят и чистят. А толку нет. Вот сейчас снег прекратился практически. А вчера ходила к дочери в гости. Тут рядышком. Минут прям 10 ходьбы по этим сугробам. Ой, какие сугробы, это кошмар. Я кое-как дошла. И причем пока шла, такая тропиночка протоптана. Ну вот как у нас во дворе тропинки. По такой же примерно. Смотрю, а уже темно было. Я думала, пьяные двое. Нет, подошла, смотрю, мужчина и женщина. Женщина по телефону вызывает скорую. То ли ему плохо стало, то ли он ногу сломал. Я так и не поняла толком. Короче, ждали скорую, что-то случилось с мужчиной. В сугробе сидел по колено прям. Вот такие вот у нас дела. Ой, ну это что-то. Вот эти машины вчера выезжали, вот этот рядок. Это их так засыпало за ночь. А вот эти машины вчера, наверное, не выезжали, я так думаю. Ну вот получается, за двое суток их так засыпало. Это не то, что они стоят давно вот здесь. Нет, буквально позавчера они все выезжали. Ни одной машины каждый день у нас выезжают. А вот вчера их засыпало конкретно. Вот так вот. Вот так у нас в Барнауле погода. Солнышко сегодня ни на грамулечку не выглядывало. Сейчас сколько? Три часа, наверное. Да, полчетвертого. Это день, полчетвертого. Через час уже все будет темнеть. Уже темнеть потихонечку даже. Полюбовались нашей снежной погодой. А теперь давайте посмотрим небольшой обзорчик на декабрь моих орхидеек. Вот этот слоник жиреет и жиреет. Ждала цветонос от моего Амадеуса, но не дождалась. Смотрите, какие корни. Это что-то с чем-то. Вот такие корни у моего Амадеуса. И какая она сама. Это просто слон. Натуральный. Такая у нее мощь. Я ее садила прям глубоко. Думала сначала зря, наверное, что может загниет что-то. Нет, не зря. Вот так она у меня прекрасно себя чувствует. Смотрите, какие мощные листья. Они у нее как пластиковые. Прям вот толстые, мощные. Это детка, которую мы с вами пересаживали. Вот самую последнюю. Все у нее прекрасно. Она не поняла даже, что мы ее пересадили. Но начала уже растить корни. Вот это уже корни здесь выросли. Это туда уходит уже корешочек. Ой, это и смотрите, какие корни. Мощные. Сейчас покажу вам. Вон. Тут вообще что-то. Тоже. Вот если так показать. Корни, корни, корни. Это прям сплошняком корни. Самые корни, наверное, у Амадеуса. Вот отсюда, если. Смотрите. Да и тут тоже. Прям сплошняком. Вот кто любит орхидеи за корни. Есть такие люди. Я знаю их много. Пожалуйста. Услады для ваших глаз. Все вот эти корни. А теперь давайте посмотрим не на корни. Вот такая картинка. К Новому году меня порадовала вот эта моя орхидея. Прям несказанно. Посмотрите на эту роскошь. Это просто роскошь. Цветочки у нее, кстати, разные они какие-то. Сначала расцвели два цветка вот здесь. Были точно такие вот. Вот они по 9 сантиметров, эти цветы все. Было два цветка. Потом она начала резко доращивать цветонос. Вот этот толстенный. Два цветка у нее отошли. И вот эти семь цветов быстро-быстро-быстро-быстро она у меня распустила. Смотрите с этой стороны. Прям такого цвета свекольного. Вот такая прелесть. Вот у нее цветонос, получается, вышел вот здесь. Вот он. Я ее формовала. Вот он, вот он, вот он пошел. И вот так вот красиво она у меня распустилась. Видите, как? Вот такая прелесть. Как формировать вот такой цветонос? Можете посмотреть. У меня было первое видео с орхидеями на канале. Я формовала вот этот цветонос. Это у меня солинос. Солинос, кстати, цветонос выдал. Процвел вот здесь. Цветочки потихонечку эти. Потом стрелочку вот здесь еще дал. Вот такая была стрелка уже. Начал потихонечку цветочки скидывать. И уже вот новые. То есть без перерыва, получается, зацвела второй раз. Детка. Мы с вами делили орхидею. Два листика вот эти я оставляла. Уже смотрите, какая детка. Свои корни у нее там есть уже хорошие. Вот это вот ее корень зеленый. Там прям торчит. Там под листиком вот вылазит еще корень. Там еще есть у нее корни. А макушка, мы все ждали, когда она расцветет. Вот она. Вот зацвела макушка. Два цветка вот так. Включена подсветка. Как-то неудачно получается. То есть она белая в такую нежную крапушку. Вот такая. Вот. Цветочки еще не совсем выросли. Они сейчас по 8 сантиметров. Но может 8 и останутся. Вот это вот по 9 сантиметров. А это 8 сантиметров. Такая желто-лимонная серединка. Волнистый краешек у лепесточков. Видите, волнами. Прям волнистые края. У нее получается 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 цветочков. Седьмой там зародышек. Вот на данный момент у меня 3 орхидеи на цвету. Та еще расцветет. И в раз будет 3 орхидеи керосцветенных. У меня цвели только 2 в раз пока. 3 в раз у меня еще не цвели. Амадеус подкачал меня. Ждала цветонос. Получается, я только вот эту орхидею не знаю, как у меня цветет. Тоже растет, растет, мощно растет, растет. А пока цветоноса нет. Но эта орхидея у меня тоже болела одно время. У нее не было совсем корней. Получилось, прошлый год, осенью, когда отопления не было еще, она у меня, видать, где-то в пазухе попала вода. Я, наверное, поливала, а в пазухе вода попала. И резко стало холодно. Батареи еще были не включены. Она у меня начала портиться. Смотрю, прям листики желтеют, желтеют. Прямо за несколько дней пожелтели. Три листа осталось. Я поубирала, и фиолетового здесь было. Кое-как ее спасла. Корней. Там один, наверное, вот такой обрубок был, и все. Ну, наросло уже корней. Я вам показывала, сколько. Смотрите. Вот это за год с небольшим все выросло. Ну, по-моему, она должна быть какая-то темная. Потому что, по-моему, бутончик тоже был на старом цветоносе, когда я покупала. Какой-то темный. Ну, увидим, какая будет. Вот такой вот небольшой обзор по моим орхидейкам. Ой, ну, это прямо она вся-вся в корнях, в цветах. Она отличается немножко от всех. По-моему, вот эти вот две. У них листики более длинные и такие распластанные прямо вот по низу. И у этой так же. У остальных по-другому растут. Эти удлиненные. И листья здоровые прям. Вот он, смотрите, какие листья. У моей ладошки это, наверное, две. Вот такой лист. А тот еще больше. Здоровый. И у той тоже. У этой вообще листья. Огромные просто. У этой в ширину здоровенная, а вот в длину. Такие вот орхидейки. Поздравила меня с Новым годом орхидея. Молодец. И у нее все цветочки разные. Вот три вот эти более-менее одинаковые. Вот эти, смотрите, уже краб по-другому. Пошел. Вот так разделяется. А последний цветочек распустился. У него вообще крабушки вот так в одну линию слились. Интересно. Вообще красивая. Вообще красивая. Тут вот немножко желтая в серединочках. Вот такие орхидейки. Вот такие орхидейки. Надолго прощаться не будем. До новых встреч. Редактор субтитров. Редактор субтитров. Редактор субтитров. Редактор субтитров. Корректор субтитров. Продолжение следует...